Добрый вечер! ТВ Центр Тулы продолжает эфир. Время блокпоста и сегодня выпуски. И Ольга Доброта. Тулячка стала героем для московских журналистов. Вы потеряли более 60 дней лета. Впереди есть еще 30. Дерзайте! С таким обращением в своем ЖЖ выступил один из самых читаемых блогеров Тулы Сергей Карасев. Два месяца позади, но искупаться вы еще успеете. Тем более, что к популярному водоему в поселке Бурсуки вновь должны появиться бесплатные подъезды. И благодарить надо блогеров. А точнее Александра Костина. Это он начал распространять в социальной сети ВКонтакте обращения ко всем пользователям. Подкрепив рассказ с фотографиями, он поведал, что все бесплатные подъезды к пруду перерыты. Бесплатные подходы огорожены забором. И теперь единственный путь к воде через платную парковку. Блогеры обратились за помощью к губернатору, пообщались с главой администрации Ленинского района и виновных должны наказать. Предприниматели, которые разрыли подъезды, скорее всего будут их зарывать. Мы увидели на это безобразие и как-то решили это осветить. Просто сделали обычные фотографии и сняли там несколько видео особо активных отдыхающих. Потом это разместили в сети интернет, ВКонтакте, в Твиттере разместили, написали груздеву. Блогеры решили защитить свои права и защитили. А вот отстаивать чужие права выборискнули. Допустим, вы на работе и звонит телефон. И какой-то пенсионер кричит и требует, чтобы вы отдали ему деньги. Большинство сказали бы, что он не туда попал или просто повесили трубку. Но нашлась тулячка, которая дошла до администрации президента, отстаивая права старика, которого ни разу не видела. Ольга Доброта. Так называется пост московского журналиста в живом журнале. Оля, наша землячка, работает в Москве. Это ей ветеран позвонил по ошибке. А она уже не по ошибке начала обзванивать московские телекомпании, департаменты и министерства. Телевидение подключилось, разговаривать с чиновниками стало легче. Ветерану вернули положенные выплаты. А репортер написал пост о нашей тулячке, который бросилась помогать незнакомому пенсионеру в чужом для нее городе. Но как быть добрым, если, по слухам, на месте снесенного кукольного театра планируют строить очередной торговый центр? Ведь коэффициент их плотности в Туле уже в полтора раза больше, чем в других регионах Центрального федерального округа. Что нужно построить на освободившейся площадке? Такой вопрос мы вынесли на обсуждение ВКонтакте. И 43% хотят сквер. На втором месте развлекательный комплекс. А на третьем, к нашему удивлению, торговый центр. Правильно, сделаем Тулу столицы торговли. Были и нестандартные предложения, как можно использовать площадку старого кукольного. Александр Киберев проголосовал за скейтпарк. Кстати, в Туле нет ни одной площадки, где скейтеры могли бы тренироваться. В Сочи эту проблему решили просто. Установили железные трубы и трамплины. Теперь ролики и скейты там чуть ли не главный способ передвижения молодежи. А скейтпарки популярны места отдыха. Вот только в Туле судьбу площадки бывшего кукольного решат на конкурсе проектов. И предложит ли там кто-то скейтпарк. Где отдохнуть, пока в городе обдумывают судьбу лакомого куска земли, знает глава администрации Заокского района. Он решил выделиться в костюмной армии чиновников и стал использовать Твиттер для привлечения туристов в Заоке. Так, из Твиттера главы мы узнали, на каком поле раньше была усадьба командира крейсера «Варяг» Всеволода Руднева. И как сейчас выглядит лиственница, которую Руднев посадил более ста лет назад. Осталось сделать до Заокска хорошие дороги, и тогда все поедем смотреть на дерево. А блогер Дмитрий Литвинов считает, что популярностью в Тульской области Твиттер обязан. Губернатору Владимиру Груздеву. Молодой человек уверен, что руководство социальной сети должно доплачивать главе региона за рекламу. И мы пошли дальше и выяснили, кто же самый популярный персоны в Твиттере. И знаете, в первой двадцатке нет ни одного политика. Первое место. Леди Гага. 27 миллионов 816 тысяч читателей. Второе место. Джастин Бибер. 25 миллионов 894 тысяч подписчиков. Третье место. Еще одна поп-звезда. Кэти Перри. У нее 24 миллиона подписчиков. Сплошь американские поп-звезды, актеры и телеведущие. И на этом фоне отличается состав российских топ-блогеров. В нашей двадцатке есть политики. Дмитрий Медведев. Первое место по количеству подписчиков в Твиттере. 1 миллион 355 тысяч человек. Читает премьера. И это в 20 раз меньше, чем у эпатажной Леди Гаги. На втором месте в российском топе. Иван Ургант. 90 тысяч подписчиков. И это в 29 раз меньше, чем у 18-летнего американского певца Бибера. На третьем месте комик и актер Михаил Галустян. И давайте больше не будем сравнивать количество подписчиков у наших знаменитостей и у американцев. Ведь по количеству подписчиков наши звезды проигрывают американцам так же, как и наша олимпийская сборная проигрывает штатам по количеству медалей. Какие у вас прогнозы? Сколько медалей возьмем? Пишите свои варианты ВКонтакте или Твиттере. До следующего четверга. Редактор субтитров А.Семкин